Канглы, казахский род, старший жусь казахов якуд, хаала-астар, тюркское племя, известное со средневековья в приоральских степях, на севере от Хорезма и до Волги, вдоль реки Сардарии. Канглы играли значительную роль в древних азиатских государствах, особенно в государстве Хорезмшахов.В XII веке канглы упоминаются на берегах реки Чум. Живя в соседстве с Карлуками в Семеречье, канглы попали в зависимости от местных караханитских владителей, чья резиденция находилась в Баласагуне. В XII веке караханиты слабеют. По этому поводу у Джувей не говорится. От былого могущества баласагунских владык ничего не осталось. Даже канглы-карлуки, некогда считавшиеся их вассалами, и те безнаказанно грабили их владения. Караханитский Каган обратился за помощью к Каракитаем. Их предводитель Елюйдаши оттеснил кочевников от столицы, затем, увидев слабость караханитского правителя, устранил его и лишил титула, присвоив новый элик тюрков. В состав земель канглов входили приоральские степи, что в 1255 году было отмечено Вильгельмом де Рубруком, путь которого в Каракорум начинался от лагеря Бату на восточном берегу Волги. Планаде Карпини и Рубрук проезжавшие по владениям канглы в середине XIII века, помещают их кочевья в низовьях Сырдарью и Каракумов. А из описания походов Тимура узнаем, что они в конце XIV века жили между Сырдарьей и Таласом, составляя часть Луса Джучи. Известный государственный деятель и историк государства Хулагуидов Фазлала Хрошит Аддин в своем историческом произведении сборник летописей, Джамиад Таварих, пишет о том, что древние канглы были частью древних агузов, туркмен. С течением времени эти народы разделились на многочисленные роды, да и во всякую эпоху из каждого подразделения возникали новые подразделения, и каждая по определенной причине и поводу получила свое имя и прозвище, подобное агузам, каковой народ теперь в целом называют туркменами. Туркман, они же разделяются на Кипчаков, Калачей, Канлы Апострофьев, Карлуков и другие относящиеся к ним племена.